В самом сердце Севастополя, на площади Нахимова, тысячи людей. С каждой минуты, несмотря на дождь, их кажется становится все больше. Грандиозный концерт в честь Дня Победы. А на сцене наша Юлия Самойлова. С гордостью сердца, с огромной радостью поюсь сегодня для вас. Такая хрупкая и смелая она утопает в свете софитов. И кажется даже немного волнуется. Они впервые вместе на одной сцене Юля и ее муж Алексей. Он играет на гитаре, а она поет так чисто и проникновенно о самом главном. Песня, наверное, о том, что все наши предки, они видят нашими глазами, слышат нашими ушами. И самой лучшей для них наградой будет мирное небо над нашей головой. То, что все через что они прошли, все не зря. В эти дни Юля должна была готовиться к выступлению на Евровидении. Но в Киеве ее песню услышать не захотели. Украинские власти запретили Самойловой въезд в страну на ближайшие три года. Формальный повод выступления Юлии в Крыму два года назад. Такой скандал впервые за всю историю конкурса. Мы за Юлю болеем. Тем более в эти дни, пока идет Евровидение, она у нас. Евровидение недостойно ее. Она настолько чистая, что эта грязь просто не для нее. Она самая лучшая, она номер один. Спасибо, что ты здесь, дорогая Юля. Ура! Голос, что бьет в самое сердце. Юля поет о своей любви к жизни. О том, как долго через боль и обиды шла к мечте. А вместе с ней, кажется, поет весь Севастополь. Город встречал меня просто... О, такой восторг был. Столько эмоций было у людей. Это очень приятно. Это непередаваемо, да? Это непередаваемо. Я разволновалась, как будто бы я впервые пою. Ну, а в следующий раз в Севастополе уже с сольным концертом, да? Конечно, почему бы и нет. Я буду готовиться и обязательно выступлю в следующий раз уже со своими авторскими песнями. И в Севастополе Юлю, конечно, будут ждать. А этот день победы в городе-героях запомнят надолго.